Поэтому какой-то интересный происходит, как у лётчиков-испытателей, барьер. Вот, знаете, когда бух, жах, так сказать, ничего не видно, а только потом где-то самолётик летит. Вот так же и здесь, когда ты написал страниц 30, 40, 60, а потом тебе уже и заглядывать туда не нужно, и они уже на стене, вот твои герои, только ты сидишь на машинке, печатаешь и идёшь за ними, слушаешь, что они говорят, только им не мешай. Ну вот этот роман закончен. А вот когда думаешь, обязан, перед какими же людьми обязаны? И вот сразу, как перед глазами, знаете, пошло, например, как сводила жизнь, я очень горд, что были такие встречи с такими людьми. Жак Дюкло, Принц Уфану Вонг, Хоши Мин, Амар Тарихос, товарищи Куньял, Карвалан, Альенде. Я скажу, так посмотришь на этих людей, понимаете, ответственность. Я должен написать про них, про их друзей, про то, как они жили, вот, кто живёт сейчас, дай им Бог здоровья, счастья, силы. Кто ушёл, память должна быть вечной, так сказать, пепель класса стучит в наше сердце. Или такие замечательные люди, которые дарили меня своей дружбой, как безвременно ушедший от нас Роман Кармен. Или здравствующий герой Советского Союза Илья Павлович Музурук. Вот в 61-м году он сажал самолёт на битый лёд, станции Северный полюс 8, забирали там зимовщиков оставшихся. Я впервые, естественно, с ним сел на битый лёд Северного полюса, это было 12 апреля, и вдруг мы увидели, как кидают шапки, все кричат, радуются. Это было странно, полярники, сдержанные люди, самолёт сел, ну чего уж так ликовать по поводу своего спасения. Оказалось, они по радио, там приняли сообщение из близко там очень Канады, что Юрий Гагарин облетел Землю. Тоже такие факты, которые здесь всегда. Или маршал Иван Степанович Конев, или чекист наш, который стал прообразом героя фильма «Мёртвый сезон», безвременно ушедший от нас. Очень много людей, про которых нужно написать, и память которых прекрасна, вечно и благородна. Пришла корреспонденция, с вашего позволения. Так, ещё идёт, ещё идёт. Я перемещусь туда, начнём работать. Пока я буду это читать и готовиться к тому, чтобы отвечать, мы можем посмотреть отрывок из фильма. У нас будет несколько отрывков из фильма. А потом продолжим уже из-за того стола наше дело. Согласны? Хорошо? Хорошо.